Один из самых ярких символов Великой Отечественной. В Красной Армии его ласково называли то козликом, то пигмеем и даже блохой воином. С самого детства Константина Агарышева так и манила к себе техника. Все началось, когда его отцу за особые заслуги, командующий войсками Забайкальского военного округа, подарил ГАЗ-67. С тех пор мечта не давала покоя, и только выйдя на пенсию, он нашел единомышленника в клубе военно-исторической реконструкции и смог воплотить давнюю задумку в жизнь. В 2011 году, я когда переехал в Читуб, поступил в клуб военно-исторической реконструкции, который возглавляет Черепанов Андрей Владимирович. И после этого уже зародилась мечта для жителей города, для проведения мероприятий, воссоздать такую именно машину победы, потому что их очень много находится в плачевном состоянии. Время уходит, и пришлось найти возможность. Общими усилиями создали такую красавицу. Тех, кто профессионально занимается реставрацией, раритетов на колесах Забайкалье всего семь человек. С организацией презентации автомобиля Константину помогали члены клуба, семья, друзья и просто хорошие знакомые. Опыт был, из-под его умелых рук уже вышла вот эта пушка, также времен Великой Отечественной. Она обошлась почти в 200 тысяч рублей, а вот ГАЗ-67 побил все рекорды вложений. Реконструкция потребовала почти одного миллиона рублей. Этот автомобиль интересен чем? Это не просто старый автомобиль, это автомобиль, собранный из оригинальных деталей, автомобиль военного времени и вполне возможно, что он воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Семья Константина гордится и ему всячески поддерживает, ведь все потраченные силы и средства еще послужат людям, а точнее детям, которым уже вряд ли удастся встретиться и поговорить с тем, кто мчался на нем в разведку, вывозил раненых с поля боя или в качестве артиллерийского тягача использовал ГАЗ, чтобы подвозить орудия и минометы. По обычаю военному мы создали машину, которую надо обмыть фронтовыми. Молодец! Служи Родине! Благодаря Константину, его клубу, мы внесли лепту свою тоже, постройку этого автомобиля. Пусть это останется как память о этой страшной войне. Сами знаете, как это все было, представляете. И пока этот автомобиль живой, мы будем все и дети, наши потомки будут помнить о этой страшной войне. Екатерина Бакшеева, Антон Носов, РТК Забайкалья